В эфире служба новостей Саров-24 в студии Анна Пилипец. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. 210 лет со дня образования войск правопорядка и пятилетия Росгвардии. В ДК состоялся праздничный концерт, посвященный Дню войск Национальной Гвардии Российской Федерации. Учитель года 2021. В Доме учителя прошел финал городского конкурса среди педагогов школ. Решающие игры плей-офф. В выходных и косаров встретился с тоншайским стартом. Далее расскажем обо всем подробно. Должников смогут выселять из единственного жилья. С 1 апреля перестает действовать рекомендация Центробанка по квартирам, взятым в ипотеку. Сейчас регулятор советует банкам не обращать взыскание на заложенное жилье, если другого у заемщика нет. Это значит, что уже с 1 апреля должников смогут выселять из единственного жилья. Также с апреля банки не будут предоставлять ипотечные каникулы из-за заболевания коронавирусом или значительной потери дохода. Напомним, в 2020 году в закон о потребительском кредите внесли коронавирусный пакет, добавивший к перечню трудных жизненных ситуаций увольнение с работы в период пандемии, оформленную у врача нетрудоспособность, которая длится более двух месяцев, а также снижение дохода на 30% и более. Одновременно Центробанк выпустил рекомендацию не взыскивать единственное жилье у должника. С апреля банки смогут настаивать на обычном исполнении обязательств с заемщиками. К другим новостям. 27 марта в ДК прошел праздничный концерт, посвященный 210-летию внутренних войск и пятилетию образования Росгвардии. Саровскую дивизию из Нижнего Новгорода приехал поздравить ансамбль песни и пляски Приволжского округа войск Национальной гвардии Российской Федерации. Подробности расскажем в следующем репортаже. ПЕСНЯ 210 лет внутренним войскам и 5 лет со дня образования войск Национальной гвардии. В ДК прошел праздничный юбилейный концерт, посвященный Дню войск Национальной гвардии Российской Федерации. Ветераны заложили славные боевые традиции. Мы надеемся, что вы в своем добросовестном исполнении воинского долга перед нашей Родиной, перед народом, внесете свой достойный вклад при умножении славных боевых традиций нашего орденового соединения. С праздником вас! Сотрудникам подразделений вручали награды, почетные грамоты, благодарственные письма и ценные подарки. В этот торжественный день со сцены в адрес гвардейцев звучали теплые слова и пожелания. Глава города Алексей Сафонов подарил Саровской дивизии памятный подарок – картину с видом монастыря, как символ города, который защищают и оберегают военнослужащие. Большие слова благодарности хочется сказать соединению за то, что вы всегда участвуете во всех мероприятиях, во всех событиях нашего города. Это очень важно, потому что этот город создан отчасти так же и вами, благодаря вашим ветеранам. Потому что тот город, в котором мы сейчас живем, те истории, те традиции, которые вы так свято чтите, были заложены в вашем предшествии. Поздравить Саровскую дивизию также приехал ансамбль песни и пляски Приволжского округа ВОЗ Национальной гвардии Российской Федерации. Танцоры, инструменталисты и вокалисты приготовили для военнослужащих часовую концертную программу. Конечно же, мы привезли сюда праздничную программу. Совсем недавно, в феврале, у нас был фестиваль ансамблей всей Росгвардии Российской Федерации. И каждый ансамбль готовил программу для того, чтобы показать ее на фестивале. И одна из замечательных программ, которая сегодня здесь, в Сарове, это та фестивальная программа. Праздник прошел с соблюдением всех норм коронавирусных ограничений. Места присутствующим распределили с сохранением необходимой дистанции. В Москве прошло заседание Попечительского совета по возрождению Саровской и Дивеевской обителей. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин рассказал о реализации 18 мероприятий на общую сумму более 1 миллиарда рублей. Начинается строительство центров культурного развития, которые будут организовывать музейные экскурсии, кружковые, выставочные, спортивные мероприятия. Также в паломническо-туристический кластер Арзамас-Дивеева-Саров вошли территории Мордовии, которые связаны с именем адмирала Федора Ушакова. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Правительство ужесточило правила оборота и продажи феназепама, одного из самых часто используемых в нашей стране транквилизаторов. Теперь лекарство будет сложнее назначать. Выписывать его можно только на рецептурных бланках специальной формы, подлежащих учету и остающихся на хранении в аптеке. Кроме того, уменьшится число аптек, где можно будет приобрести лекарство. Условия его отпуска и хранения приравнены к наркотическим средствам. Нижегородцы могут оформить право собственности на гараж в упрощенном порядке. Об этом сообщили в региональном управлении Росреестра. Гражданам, желающим оформить гараж в собственность, следует обратиться в орган местного самоуправления с заявлением и документами, подтверждающими факт владения недвижимостью. Число неоформленных гаражей в регионе может достигать 100 тысяч. В Саровском филиале МГУ начинается набор магистрантов по пяти направлениям, связанным с фундаментальной и прикладной математикой, информатикой и физикой. Об этом говорится на сайте Московского государственного университета имени Ломоносова. Напомним, филиал МГУ начнет работу 1 сентября в научном парке в Сатите. Велосезон еще не открыт, а кражи двухколесного транспорта уже начались. С лестничной площадки первого этажа дома 14 по улице Гоголя неизвестные похитили велосипед. К слову, сами владельцы не позаботились о сохранности своего имущества. Велосипед был не пристегнут. Чем еще запомнилась минувшая неделя сотрудникам правопорядка, расскажем в следующем репортаже. Утром 17 марта Саровчанин обнаружил свой автомобиль отечественного производства в не самом лучшем состоянии. Дверь открыта, а провода выдернуты, что говорило о попытке угона. Сотрудники полиции установили личности злоумышленников. Оказалось, подвыпившие молодые люди обнаружили, что машина не заперта. И решили запустить двигатель, как в кино, выдернув провода зажигания. К счастью, аккумулятор автомобиля быстро разрядился. Владельцу машины повезло. Все могло сложиться куда хуже. Потому полицейские настоятельно рекомендуют соблюдать все меры предосторожности и всегда проверять, надежно ли закрыт ваш автомобиль. Также принимать все меры для того, чтобы угонщик не смог быстро завести автомобиль. То есть по возможности оборудовать охранными сигнализациями, либо системами блокировки руля, педалей и так далее. А также не оставлять документы, ценные вещи в багаже, в бардачке, багажнике или салоне автомобиля. С наступлением весны участились и случаи дорожно-транспортных происшествий. Ямы и мокрый лед создают условия для аварийных ситуаций. Достается не только автомобилям, но и пешеходам. У нас женщина 1982 года рождения, управляя автомашиной ВАЗ-2114, совершила наезд на пешехода. Мужчина получил серьезные повреждения от простых ссадин и ушибов до переломов и даже черепно-мозговой травмы. От госпитализации решил отказаться. Такое тоже бывает. То есть человек не захотел ложиться в хирургическое отделение, ушел домой. Еще одно ДТП произошло на улице Московской. Столкнулись с «Шевроле Лачетти» и «Форд С-Макс». В результате столкновения водитель «Шевроле» получил растяжение связок и после осмотра врача был госпитализирован. В доме учителя прошел финал городского конкурса среди педагогов школ. Это соревнование проходит в нашем городе с 1997 года. В 2021 году за победу боролись три молодых учителя из гимназии номер 2, школ 11 и 14. Подробнее смотрите в следующем репортаже. Учительский труд благородный, нелегкий, ответственный. От учителя, наставника зависит, какими вырастут наши дети и их ученики. Педагог зажигает в ребенке интерес к знаниям, раскрывает его таланты и способности, закладывает те базовые ценности, которые станут надежной опорой во взрослой жизни. Лучшего учителя Сарова выбирают ежегодно на городском конкурсе среди педагогов школ. Раньше на него выходили уже опытные специалисты с большим педагогическим стажем. В этом году свои методические разработки представили три учителя. Все они совсем еще молодые. Каждая из них не проработала в школе и шести лет. Это очень приятно, потому что этот конкурс, конечно, требует определенного бесстрашия и амбиций. И это качества, которые свойственны как раз молодым в большей степени. Поэтому помолодели наши участники конкурса. Это радует. И кроме того, они горят какими-то новыми идеями. На первом заочном этапе жюри оценивало образовательный интернет-ресурс участниц и видеоучебного занятия. На финале конкурсанткам предстояло показать визитную карточку, ответить на вопросы и провести мастер-класс. Это было самой сложной и трудоемкой частью испытаний. Учителя представили новые методики с погружением для учеников младших классов и показывали работу на новых образовательных платформах. И так как прошлый год частично прошел под знаком дистанционного образования, конкурсантки не обошли его стороной. Мой мастер-класс был о смешанном обучении и о электронном обучении с использованием дистанционных технологий. На этом мастер-классе я показала, как работает один из инструментов, посредством которого можно достигать, реализовывать отдельные задачи технологии смешанного обучения или дистанционного обучения. Это интерактивная доска МИРО. Ксения стала победительницей городского конкурса «Лучший учитель 2021». Теперь, если она пройдет заочный этап, то в мае отправится представлять наш город на региональном конкурсе. Тепло и сила искусства в художественной галерее прошел праздничный вечер, посвященный Дню работника культуры. На встречу чествовали сотрудников театров, музеев и библиотек. На праздники побывала и наша съемочная группа. В этом году у работников культуры большое количество поводов для праздника. 330 лет городу, 75 лет ядерному центру, 15 лет запуска программы «Территория культуры Росатома», 75 лет библиотеки имени Маяковского, 30 лет кукольному театру «Кузнечик» и 10 лет музея народной игрушки. Все эти учреждения невозможно представить без людей, которые преданы искусству и служению людям. Мы во многих позициях достаточно высоко находимся в разных рейтингах, но ключевое у нас – это не производственные показатели, не наши достижения в области безопасности. Ключевое для нас – это то, что те люди, которые живут в городе, благодаря вам наполнены теплом и светом. Благодарности и почетные грамоты получили научные сотрудники музеев, библиотек, реактеры, педагоги-методисты, художники по свету, кассиры и инженеры. Александр Николаевич Чугунников посвятил любимому делу около 25 лет. Сначала просто векториком, потом инженером, потом летущим инженером-энергетикой. Ну, работа у нас интересная. В то время у нас еще был парк культуры, детский парк был. Потом, значит, на Силкино-баллитровой павильон «Сказка» тоже. В свободное от работы время Александр Николаевич пишет детские стихи, состоит в литературном обществе «Саровские ключи». Работники культуры стараются ежедневно развиваться в различных направлениях, ищут новые формы общения с аудиторией, чтобы гостям и зрителям учреждений всегда можно было отдохнуть от повседневной суеты, окунувшись в творчество. В шаге от финала в рамках плей-офф чемпионата Нижегородской области по хоккею «Саров» провел с Таншаевским стартом три игры. Две из них прошли в эти выходные. 27 марта саровчане боролись за победу дома, 28-го сражались с соперником на выезде. Об итогах встреч расскажем далее. Дома и стены помогают. Первая встреча со стартом в Таншаево закончилась для нашей команды поражением. 27 марта Хэка «Саров» принял их на своем льду. Первый период выдался напряженным и закончился ничьей со счетом 1-1. «Саров» перенял инициативу только к концу второго периода, забросив шайбу в ворота противника за три минуты до перерыва. В перерыве посидели, тренер объяснил, указал на ошибки. Вышли, забили, повели. В третьем периоде уже отстаивали, играли по счету. Остались меньше удаляться, но обидное удаление. Команда выстояла, пятиминутный штраф вытерпела. Я думаю, за это отблагодарил нас. Забили третью, ну и четвертую в пустые уже. В конце третьего периода вратаря команды «Старт» заменили на шестого полевого игрока. На последней минуте игры «Саров» забил шайбу в пустые ворота. Счет игры 4-1. Старту в эту субботу пришлось непросто, поскольку играли они неполным составом. Мы в регулярке заняли второе место после вачи. Но опять же скажу, что собираемся все, более-менее играем. Сегодня у нас нет студента. Пашки одного. Все, уже тяжелее. Уже нет полного комплекса по двух пятерок. Не хватило реализации, конечно, в первую очередь, я считаю, и силенок. Много монет создали, не могли забить. У меня очень здорово сыграл вратарь. С каждой минуты чемпионата трибуны реагируют на ход матча все ярче и эмоциональней. Полуфинал держал зрителей в напряжении на протяжении всей игры. Очень быстрые атаки проходят. Да, пустые атаки. Атака на атаку отвечает. Ребята борются. Могут, конечно, прибавить, но что-то пока не очень рассмотрится. Ну, выигрываем, слава богу. Наши парни играют великолепно. Конечно, ждем выигрыша. Болеем за свои. Счет серии 1-1. В воскресенье Саров встретился со своим постоянным соперником на выезде. Эта игра определила финалиста чемпионата. Старт Таншаева – это наш излюбленный соперник в стадии этой полуфинальной. То есть мы уже третий год подряд с ними играем. Второй год подряд 1-1. Посмотрим. В том году они были сильнее. Посмотрим, что в этом году будет. По итогу встречи в финал вышла команда «Старт». Саров теперь будет бороться за третье место чемпионата 11 апреля с командой «Спартак» Тумботина. Ее он примет на своем льду. Анна Пилипец, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24. Субтитры подогнал «Симон»!